Ребят, всем привет! Я в прямом эфире с этим неизгладимым солнечным лучом. Приветствую вас, друзья, ребят. У меня сегодня в гостях фэшн-блогер и в последнее время еще и по совместительству прораб-дизайнер, совершенно верно, Елена Гилко. Леночка, привет! Я очень рада тебя видеть. И мы сегодня с тобой поговорим на такую интересную тему, и я думаю, ты к этой теме имеешь непосредственное отношение, как полезные привычки, полезное питание, здоровый образ жизни и все, что с этим связано. Спасибо, Анечка, за такое приятное представление. Я очень рада всех сегодня видеть, со всеми сегодня пообщаться у нас в прямом эфире. Да, я тот человек, который сочетает в себе сразу несколько функций, но так сложилась жизнь, и в принципе я довольна, потому что все эти навыки потом мне в жизни, как оказывается, нужны, то есть я всеми пользуюсь. То есть сегодня я там снимаю блог, работаю фотографом, видеографом, дальше я уже стилизую съемки и по стилю работаю. И так случилось, что у меня очень большой проект по ремонту был, и я его тоже осилила. Поэтому готова делиться своим опытом, готова делиться и мотивировать кого-то. А если нужны какие-то советы или, возможно, вопросы, практические какие-то знания, теоретически тоже готова, полностью открыто. Здорово, спасибо. Ну тогда давай начнем. Сегодня я смотрю твое последнее видео, ты рассказываешь о том, как ты наводила порядок в полочках, на кухне, как ты сделала классные заказы в ОК с баночками. Вообще расскажи, по какому принципу ты обустраиваешь свое жилье, какие ты выбираешь материалы, почему ты их выбираешь, вот немножко твою специфику. Ну для начала я визуал, поэтому в любом случае я ориентируюсь глазами на все, то есть мне должно нравиться, мне должно подходить. Ну и конечно же в нашем современном мире хочется как можно больше экологии, то есть каких-то экологических материалов, меньше химии, меньше синтетики. Это конечно очень чрезвычайно сложно сделать, практически наверное нереально, потому что ремонт и все эти вещи, материалы это ну такие достаточно химические, там тот же цемент, грунтовки, то есть краски те же. Я старалась максимально конечно выбирать там хорошие краски и все такое, но в любом случае это синтетика, поэтому если можно дом насытить там цветами, какими-то элементами деревянными или стеклом, то я всегда это использую в первую очередь. Ну а так конечно же все должно нравиться, то есть визуально я оцениваю в первую очередь глазами, а потом уже подключаю мозг и понимаю насколько мне это там надо, важно. И еще тоже немаловажный фактор это бюджет, потому что я стараюсь сравнивать цены на рынке, то есть перед любой покупкой я очень сильно все мониторю, я смотрю где дешевле, какие акции, то есть бюджет для меня тоже. Я против массового толкового потребления, хотя конечно понимаю, что в новый дом надо все, хочется все, но в любом случае я не покупаю вот прям все, чтобы потом выбросить и купить новое, когда у меня было в общем вот такие вот принципы. Я видела в твоем прошлом видео о том, что ты выбираешь мраморную себе столешницу, скажи почему камень все-таки, я так поднимаю, что это связано каким-то образом с энергетикой, да, с очищением спального места, правда? Да, так сложилось, я на самом деле просто оценивала рынок и мониторила его, и был и искусственный камень, были и столешницы пластмассовые, и мрамор, и так просто сложилось, что пришла информация, что надо посмотреть еще камень. И нашла действительно очень хорошего производителя, который привозит камень с очень хороших мест, и так как эта раковина стояла у меня на таком санузле, совмещенной из-под спальни, я решила, что все-таки, наверное, надо потратиться, купить натуральный камень. И я потом у нее консультировалась, у хозяйки, она говорила, что это действительно лучшее по экологии, поэтому я вот решилась, немножко потратилась, но купила настоящий камень. Его там немного, на самом деле, его чуть-чуть, но в то же время это все равно настоящий, и он выглядит потрясающе. Скажи, ты остановилась на этом, или все-таки там пошло уже? Нет, я остановилась, но мой муж сейчас говорит, что, наверное, нам нужна каменная старешница, новая в кухню, на что я, конечно, его останавливаю, и все такое. Ну, он очень красиво выглядит, поэтому хочется, ну, многие вещи хочется, но и рациональность в этом тоже должна присутствовать. Конечно, я очень хорошо тебя понимаю и представляю, как здорово выглядит мрамор. У нас-то в Италии здесь частые подоконники, и общественные подъезды, и полы, и все выложено из мрамора, так что мы уже на это как-то не обращаем внимания. На самом деле, действительно, это кому-то экологично, ну, дороговато, но что делать? Ну, тут есть, да, тут есть свои моменты, как бы нужно понимать, что ты тоже мрамором все не зашьешь, то есть тут рациональный подход тоже нужен, но и какие-то элементы, те же, например, подсвечники или подносы, можно себе позволить с тех же от входа от, например, от столешницы, это будет недорого, и это выглядит будет очень хорошо. В интерьере очень красиво выглядит мрамор, и визуально человеку, который там оценивает, потрясающе, например, я смотрела подсвечники с мраморными, вот эти же наши производители, которых я вот у них купила, делают с остатков прямо такие красивые элементы декора, все очень красиво выглядит. Можешь порекомендовать кого-нибудь из производителей? Ну, я вот их отмечала у себя в профиле, это инстех, правда же, они находятся в Украине, поэтому, как вот, сложно так сказать, может быть, они отправляют, но вообще компания очень хорошая. Я не представляю, как тебе удается совмещать и моду, и дизайн, и моду. Мой муж посмотрит и говорит, Лена, а что ты сегодня делала? Когда ему начинают перечислять, что я делала, а потом, а что делал ты, он начинает улыбаться. Поэтому мой муж думает, что я ничего не делаю. Я заметила, что она даже ножки для своей ванны покрасила сама. Это был очень важный пункт, на самом деле, Анки, что это было важно. Я, причем, может, не заморачиваться, они беленькие стояли, я думала, что, может, уже не стоит заморачиваться, но я попробовала, одну покрасила, приложила, нет, это важно. Вот, понимаешь, глядя на свои луки, на твои луки, глядя, я все трепутала, глядя на твои луки, создается впечатление, что вот ты прям, ну, такая, знаешь, белоручка. Фотографии, это даже не видео, то есть они все равно как-то, ну, спланированные, они в каком, более-менее хорошей локации, то есть там нельзя, почитать все, что у человека в голове, то есть там можно почитать локацию, там, сочетание цветов, вот такой вот образ, ну, там, и такое, как бы, домный взгляд, ну, то есть все это ты можешь все посчитать. Но когда человек улыбается, то ты можешь еще предположить, что это какие-то хорошие положительные эмоции. По фотографии в Инстаграме иногда очень холодно можно оценить человека, и наоборот, кстати. Я очень часто, когда вот идет эта развиртуализация, я очень часто замечаю, что человек на самом деле такой вот позитивный на фотографиях, а такой скромный в жизни, то есть по-разному бывает. Фотография все-таки вот она психоэмоциональный этот эффект не отпечатывает, как это сказать. Ну, здорово, что ты остаешься человечной, несмотря на такой твой имидж, да, который ты подаешь, наверное, в торгах. Еще раз был момент, когда, например, я с своими сотрудниками красила стены, и когда я сказала, что я буду с вами скрасить, они не поверили, они говорят, ну, типа, да никто еще из хозяек с нами стены не красила. Я говорю, нет, ребят, нам надо быстро, я буду вам помогать. Я, значит, тут разделась, одела кепку, закатала рукава, когда мы реально покрасили все в две комнаты. Они говорят, нет, ну, ни одна хозяйка с нами еще не красила стены. То есть даже в жизни так, я так понимаю, что это прям такое что-то сложное, ты знаешь, как, надо снять корону, пасать все, и там, красительный для меня, вот это равноценно. Я, ну, ничего не вижу такого в этом. Да, было сложно, например, я же каждый день находилась здесь, мне сложно было им не помогать, я обязательно там что-то помогала, там что-то делала, то есть, ну, как-то, ну, ты же не можешь сидеть и смотреть, как люди работают. Конечно. Ну, вместе с ними, ну, быстрее, им лучше, я просто еще понимала, что мне надо быстрее, и когда я их мотивирую, и как бы, ну, по-хорошему с ними, они прям так хорошо потом работают, и все, мне с ними вместе было. Ну, а чего, если им нужна моя энергетика, я готова поделиться. Откуда ты берешь эту энергетику, а? А вот, кстати, я записывала видео о том, где брать энергию, и потом, как ее расходовать. Дело в том, что вот это такой прям частый вопрос, наверное, я просто сама по своему типажу очень эмоциональный человек, я быстро отдаю, делюсь энергией, но я ее быстро пополняю. Я записывала на эту тему свои рассуждения, я действительно, ну, как бы, очень быстро пополняюсь, и у меня есть свои источники, когда мне тоже, там, например, сложно, или, там, когда я выдыхаюсь, у меня точно так же есть и нервные срывы, то есть, ну, я же обычный человек. То есть, это на фотографии, так можно все заулыбаться, там, накрасить глупо красной помадой, сделать вид, что все хорошо. Ну, это жизнь, и всякие разные моменты, особенно, когда это ремонт, это же просто, я же там, если ты сейчас откроешь эти старые видео, я сейчас их как раз открываю для нового своего проекта, я же понимаю, что там серое лицо, какие-то там волосы в пучке, то есть, там, ну, невозможно быть это все сохранить. И, тем не менее, я вот быстро пополняюсь, как бы, нахожу свои пути, это и йога, это и мы на йоге медитируем, и очень много через тело прорабатываем, все эти блоки снимаем, дыхание, это и позитивный настрой, в принципе, по жизни. То есть, на некоторые вещи я стала более просто смотреть, на некоторые вещи перестала раздражаться, что, в принципе, даже на последние два года очень видно, что я переосознаю какие-то моменты, потому что я по жизни максималист, и вот этот вот, наша целеустремленность, детство заложено, максимализм, надо вот так вот, а не вот так вот, это вот идеальность, стремление к идеальности, там, перфекционизм, они очень сильно потом влияют на, даже там, для получения удовольствия от обычных каких-то вещей, потому что нам надо что-то новое, что-то вот это у нас есть, все, это нам не важно, давай возьмем все за следующее, чего у нас нет. И вот, когда идет переоценка этих ценностей, то оно начинается как бы здесь, да, и ты просто понимаешь, что, ну, некоторые вещи, они действительно не важны, и были не важны, и ты потратил на это свое здоровье, свой нерв, свою энергию отдал, и ты же не знаешь, чем, там, может, ты отдал наперед, да, может, ты просто там потом не сможешь, ты захочешь уже это переоценить, переживу уже не сможешь, и плюс, конечно, возраст, мы же все мудрее, но я не буду называть другим словом, да. Очень хорошее слово ты подобрала. Ну, смотри, твоего дома, если уж мы говорим про ремонт, ты тоже, я так понимаю, выбираешь такой немализм, да, насколько это возможно? В принципе, минимализм мы добавляем только несколько акцентов цветовых, а все остальное за счет таких вот, я знаю, просто еще люблю винтаж, если ты знаешь, и добавляю с помощью каких-то интересных фурнитур и элементов декора. Проводка, да, вот у меня вот в латунных трубах она идет, разные красивые рамки, вот здесь, например, Париж, винтажный, старый, то есть я, ну, это минимализм, но с такими несколькими яркими акцентами цветов, а так, в основном, это все строится на эклектике, то есть сочетание стилей, сочетание сочетаемого с несочетаемым, и вот добавление где-то своей мечты, где-то своих предпочтений, где-то того, чего-то, это же как бы квартира мечты, понимаешь, вот у меня. Ну, понимаешь, вот так, так много квартир поменяла, переезжала в свою жизнь, так это точно, значит, поэтому тут вот совмещение всего, и я не боюсь совмещать, я как вот и по стилю, по моему фэшн, да, стилю, я не боюсь совмещать вещи в гардеробе, так же я не боюсь совмещать, вот я уже научилась в интерьере, в доме и вообще по жизни, то есть если там я, например, приверженец там, я не знаю, какой-то определенной еды, я не боюсь попробовать что-то новое, если там не может быть, а давай все бросим и поедем куда-то, я не боюсь вот этих моментов, потому что это, ну, можно проживать, и иногда это смена обстановки, и иногда это просто что-то новое для тебя, поэтому я вот этого всего не боюсь, и, наверное, оно просто прослеживается потом в каждой сфере твоей жизни. Я замечаю за тобой так же, что ты приверженец избавляться от информационного мусора, вот у тебя дома мало информационного мусора. Это визуально не привлекательно, я же, как говорила, я визуал, то есть я избавляюсь полностью от этого всего, я не люблю, когда много оттенков рядышком, то есть когда идет каша в голове, то есть я люблю цвета, я люблю с ними работать, но никогда это все вот прям в перемешку, и, да, я от них избавляюсь, потому что это, ну, в первую очередь, некрасиво, а во-вторых, это очень мешает визуально, мешает, то есть ты не можешь сконцентрироваться. Когда, например, я раньше этого не понимала, например, я всегда старалась, чтобы у меня там были пространства, чтобы это было все чисто, но я, например, иногда не видела, что здесь вот там какая-то наклейка, или, допустим, я даже ехала раньше в метро, я как-то сильно, может быть, я реагировала на эту рекламу, и она как-то была у меня автоматически, сейчас я могу закрыть глаза, чтобы это все не смотрели, могу отвлечься, то есть я уже понимаю, что это все, ну, оно не надо. Понятно. Тоже как-то по жизни. У тебя есть какие-то, может быть, лайфхаки, как избавиться от этого, либо, может быть, литература, которую можно прочесть, чтобы научиться так реагировать? Понимаешь, как сейчас литература, она вся такая очень интересная стала. Если раньше читали книги, книги художественные, там, может быть, какие-то технические книги, то сейчас все чтение сводится у нас к гаджетам и к интересным профилям, то есть я всю эту информацию черпаю вот по кусочкам из отсюда, ну, то есть отсюда, то есть где-то там психолог скажет, что там вы там как-то медитируете в метро, где-то там на йоге мне скажут, там Лена абстрагируется, где-то там еще я посмотрю, что там можно красиво визуально сделать без вот этих вот брендов все эти наши средства выставить, да, и оно потом в целом идет как вот такой основной литературы, наверное, я не подскажу, потому что я аналитик по своей, я анализирую всю информацию, и нет такой книги, в которой я прямо поверила автору, и все прямо, я беру как бы частями. Найти просто себе или профиль подходящий, который пишет на эту тему, или психолога найти, ну, или книгу может подобрать какую-то. Ну, они вам много повторяются, там же. Возможно повторяются, но знаешь как, повторение матч-учение, кому-то надо сказать один раз, кому-то сто раз, до кого дойдет, все-таки все равно это все через интеллектуальную нагрузку идет, то есть тебе скажут, ты не поверишь, там, тебе еще раз скажут, ты пропустишь, тебе еще раз скажут, а потом ты, о, как же это, я же это знала всегда. Оно уже бывает настолько по-разному, срабатывает, здесь же должно щелкнуть сначала. Мне твой подход больше всего напоминает уже выполненные советы, которые дает Мари Куандо в своей книге «Магическая уборка». Я знакома с этой книгой, я ее не считаю, конечно, она очень известная, да, да, очень известная, и в принципе приемы, ну, мне кажется, у него там прям все радикально так, да? Ну да. Чисто, мало, да, там, и я вот, честно говоря, по ее принципу не работаю, но я знаю, что у нее прям там все кардинально, все урезается, то есть ничего лишнего, ничего. Я еще из тех людей, которые немножко может захламиться, я себе это ругаю, но тем не менее я стилист, у меня много вещей, и многие вещи я не могу, ну, как бы с ними попрощаться, потому что мне не нужны для работы, поэтому я не могу прям сто процентов следовать прям этой рекомендации. Но я стараюсь в этом всем, как бы, находить все равно рациональное звено какое-то. Вообще во всем надо находить, понимаешь как? Минимализм, он тоже, там, если вы прям, прям чистый минимализм, возможно, он тоже не совсем прям хорош. Максимализм тоже, то есть я вот сторонник гармонии. Рационализма. Да, гармония между плюсом и минусом всегда должна быть во всем. Про йогу, вот у меня еще был такой вопрос. Я где-то узнала, что ты даже преподавала йогу, это правда? В Беларуси, да, когда мы переехали с Могилева в Витебске, с Витебска в Гомель, где уже последний мой пункт, это был Гомель, и там была прекрасная большая группа, и я как раз тогда уже закончила свои декретные отпуски, даже пошла в форму, и у меня была группа, где я преподавала, вернее, я не преподавала, я больше заменяла девочку одну, но тем не менее это были преподавательские. Например, она уехала на курсы на месяц, то я целый месяц ее заменяла, но это была не моя группа, но я преподавала. Опыт классный, потому что за это время в группу пришло очень много новых людей, и они прям закрепились, и мне прям говорили, Лена, ты собрала прям чуть ли не новую группу, ну, то есть было классно. Вот, и я с йогой просто же давно буду дружу, и мне это как бы было эмоционально и просто, и интересно, это как такой опыт для меня. То есть я не готова была на тот момент стать инструктором по йоге, и сейчас, в принципе, не готова, но кто знает, как будет потом. Но мне интересно было попробовать. А чем она тебя цепляет больше? Тебе больше нравится, как ты физически себя чувствуешь? Или как вообще? Для многих ведь йога – это не просто движение, определенный прям стиль жизни целый, и питание включающий в себя, и там дыхание, возможность релаксировать в любой момент жизни. Для тебя это что? Да, йога, она очень многогранная. И самое интересное, что если ты находишь своего преподавателя, особенно на первых порах, то ты понимаешь, что йога, она останется с тобой на всю жизнь. То есть это не фитнес, когда ты пришел, потренировался, подкачал свои мышцы, сказал спасибо и ушел. Это философия жизни в какой-то степени. И, кстати, все эти принципы мои, очень многие принципы, очень многие понятия, они зарыты именно были в йоге, и это начиная от питания, от времяпровождения, от многих-многих вещей, которыми я пришла, они шли на самом деле от йоги. То есть это и питье воды, ну там многие вещи, так даже вот нельзя передать. Это прям фундамент всего. Поэтому это не только спорт. Конечно же, на первых порах мне было просто очень круто понимать, что ты приходишь, я же работала в банке, да, и это была сложная работа и руководящая позиция. И когда ты приходишь с работы в зал, просто уже там еле ты туда дошел, а выходишь оттуда просто чистой головой, как будто ты утром проснулся, то мне этот эффект очень сильно нравился. Я за него, конечно, очень долго держалась. Ну то есть это прям было прям вау, сейчас я пойду и все с меня сниму, знаешь, как бы там омою святой водой. Но потом очень много эффекта дополнительного идет. Это и форма, это и мышцы. То есть это долгосрочная работа, долгосрочный эффект. То есть это и внутренние мышцы органов, это и мышцы компенсаторы, и стабилизаторы. Это не только двигательные мышцы, которые работают в обычном зале. И, конечно же, ты через тело и идешь, ты приходишь к голове. То есть ты путем расслабления тела, проработки тела докапываешься до своей головы, которую, в принципе, очень тяжело отключить ум, практически нереально. Ну, и только когда ты понимаешь на середине занятия, что все, ты сконцентрировался на себе, ты понимаешь, какую ты мышцу включил, какую выключил. То есть ты все, ты вернулся в себя. И только тогда ты можешь сесть, приступить к медитации, там о чем-то там подышать и так далее. Только через физическую нагрузку. Но ядзен ловит сразу, знаешь, в зависимости от запущенности еще так, можно сказать. Смотри, нам пишут, мечтаю заняться йогой, хотя бы медитацией. Пока не получается. Надеюсь, что скоро сложится, и я смогу. А что именно не получается? Если раньше мы были привязаны к какому-то залу, к какому-то тренеру, то сейчас достаточно включить YouTube. Да. И найти тот урок, который тебе подойдет по твоему уровню, ну там на том языке, на английском, на итальянском, да, и на русском, и просто попробовать сделать. Малейшее. Вот мне нравится Садгуру. Это гуру, это такой йог очень старый. У него очень много выпусков на своем канале YouTube. И он говорит о том, что человек ставит себе слишком много задач, а потом сталкивается с тем, что он их не выполняет. А вы попробуйте просто одну задачу выполнить в месяц. Вот, например, там, вставать на полчаса раньше, или там пить с утра полстакана воды, или там сделать какое-то занятие, планку, одно задание сделать в месяц, одно что-то. Что-то элементарное, что ты понимаешь, что ты осилишь. И тогда ты просто через год скажешь, что ты много всего сделал. А когда ты ставишься сразу эти 12 задач, не выполняешь, скажешь, что нереально, то ты не сделаешь. Человек просто иногда берет на себя больше, чем он может сделать, а потом жалуется, что ни в это не будет. Ну да, это вторая сторона медали, вот этого тайм-менеджмента, который так нам навязывали много лет назад. Вот он теперь у нас уже укоренился, и мы уже теперь чувствуем себя такими прям опытными делами. Да, да, да. Все хотим успеть, везде все сделать. Если сложно, одно занятие в день, в месяц какой-то. Вот хотя бы планку поделать, хотя бы там сурью на маскар. Ну хотя бы медитацию. Если человеку интересна медитация, просто есть разные варианты медитации, и вот эффект после силовой нагрузки на тело, он лучше, потому что прорабатываются блоки в теле. Идет дыхание, когда ты занимаешься, мышцы отдают свою там, ну, часть энергии, идет поток энергии, то есть когда ты занимаешься йогой, ты эту энергию двигаешь, ты ее двигаешь по своему телу, и тогда, когда ты садишься медитировать, уже считается, что тело, оно там проработанные блоки, энергия прошлась по всему твоему телу, и ты можешь приступить к голове. Легче медитировать, эффект лучше. Можно, конечно же, просто сесть, спокойно сосредоточиться, это тоже всегда будет хорошо, практика здесь и сейчас, я о ней тоже писала, она тоже прекрасно работает, но практически легче это сделать через занятия с телом, ну, практически. Но это не отменяет того, что просто не надо делать без нагрузки медитацию, медитировать тоже надо. Расскажи, как питание помогает тебе придерживаться, придерживать себя в хорошей форме. Знаешь, этот ремонт, он сбил все мое питание. Было такое дело, что когда, меня даже здесь строители колбасой своей кормили на объекте. Знаешь, просто когда ты не успеваешь с тобой взять, ну, ты же уходишь на час из дому проконтролировать ремонт, и задерживаешься здесь до 8 часов вечера, ты понимаешь, что ты там без чая, без тебя начинают подкармливать, и ты ешь уже даже колбасу. Ну, то есть, это плохо, нужно о своем питании заботиться во всех, да, во всех сферах. То есть, у меня это был ремонт, у кого-то это сложная работа, у кого-то там, какой-то руководитель на работе. То есть, питание это залог, это то, из чего мы состоим, поэтому сейчас я это все полностью налаживаю, и, кстати, снимаю видео на эту тему, сразу, чтобы это закреплялось не только у меня, но и у моих зрителей, читателей, потому что все в такой ситуации, как и я, то есть, нет идеальной ситуации, когда у кого-то все равно будет какой-то сбой. И Кириллу, кстати, я готовлю обеды на работу тоже, потому что он тоже не кушает. Питание очень важно, и в питании можно выделить следующий момент. Сейчас очень много теорий, кто за веганство, кто за вегетарианство, кто за еще за что-то. Опять же, во всем нужно искать гармонию, и вот этот вот баланс. Йога учит баланс очень сильно, там очень много даже асан балансирующих, когда вот построены на балансе, когда ты умеешь балансировать, ты находишь вот эту вот золотую середину. Я считаю, что нужно кушать все, но в правильной дозировке, это обязательно углеводы, это обязательно жиры, это обязательно белки, клетчатка и углеводы, и жиры. Белки, жиры, жиры, углеводы. Ну, в общем, все эти компоненты сразу. Я уже там, видео, если ты смотрела, там я говорила о том, что жиры – это большой палец, белки – это ладошка, углеводы – это две твои ладошки, и столько же клетчатки надо потреблять. Это один прием пищи, это тогда, когда твой организм получает полный спектр микроэлементов, потому что наша земля, наша экология, наш воздух, он не дает все равно. В растениях столько микроэлементов, сколько нам надо, мы их недополучаем, плюс химические вещества, хлор, бром, они выводят очень многие вещества с нашего организма, поэтому обязательно пополнять и сосредотачиваться там на какой-то жировой диете, либо белковой диете, либо углеводной диете – это достаточно неправильно. Каждый человек просто столкнется с тем, что в какое-то время он будет хорошо чувствовать себя на диете, а потом просто пойдут проблемы. Конечно. Фактическая медицина будет препаратами это все выравнивать, а все можно на самом деле питанием выровнять. И как ты относишься к новостям насчет коронавируса? У вас там тоже шумиху подняли? Ну, пока что я перестала заказывать с Алиэкспресс на этом слове. Не, ну, этот вирус время от времени нет, а вообще китайский, любой, он всегда наводит шумиху, но учитывая, что у нас нет адекватной информации по другим заболеваниям, ну, то есть, это же все, знаешь, так все, ну, вспышки, ну, хорошо, зато у нас нет вспышек там, дифтерии, горе и так далее. Ну, я так понимаю, что самый страшный момент в этом о всем то, что он не лечится антибиотиками, так вам говорят? Ну, антибиотик, вообще он как бы в принципе никак не лечится, потому что противоядие в этом сложности все. Ну, я надеюсь, что, ну, как-то же мир просуществовал до этого, сколько нас принесли вирусов этого китайского гриппа, я думаю, что этот раз тоже, надеюсь, все сложится. Так, главное, что с Китая, из Китая, прям все ноу-хау и все гриппы, в основном они оттуда. Ну, смотри, я вот недавно на канале ТЭД смотрела тоже в Ютубе о том, как антибиотики вообще разрушают нашу, наш чуть ли не генофонд, ну, от того, что, да, вот вирусы и антибиотики становятся все сильнее и сильнее, в итоге мы не способны буквально... антибиотики есть везде, в мясе, ну, то есть, которое мы кушаем, ну, во многих, мы пьем воду, газировку, у которых бутылки там все антибиотиком обрабатываются, молоко, тетропаки, антибиотиком обрабатываются, то есть, многие пищевые продукты, у нас, конечно же, устойчивый иммунитет к ним, поэтому они все сильнее и сильнее, я с этим соглашусь. Я такой тоже, знаешь, в этом плане, я не противник прям чересчур вот натурального лечения, то есть, я стараюсь тоже находить грань, но есть люди, которым антибиотик, ну, как бы нужен, без которого невозможно вылечиться. Например, если у меня болеет ребенок, я в первую очередь буду давать ему витамин С, витамин Д, цинк, которые, в принципе, очень сильно поднимают иммунитет в первые дни и работают с заболеванием. Естественно, я буду вшипать натуральным каким-то травяным споями в горло, помывать содой. Если это все работает, у него нет ухудшений, и как бы мне не говорили за антибиотики, я назначать их не буду. Если я вижу, что у ребенка действительно гнойная ангина, ты там вымывай, не вымывай, оно никак, и все равно через день или через три просто в каком состоянии этот будет ребенок, ты будешь давать ему эти антибиотики, тогда я за них. Ну, к сожалению, пока что другого варианта нет. Либо же, допустим, эти все страшные болезни, ну, там, где надо. В остальных случаях все не смертное, я думаю, что можно обойтись. Но если ты умеешь грамотно, понимаешь, если ты знаешь, как это сделать. Сейчас, кстати, очень много пишут про это, про альтернативные методы лечения, когда можно действительно БАДами и натуральными микроэлементами поднять иммунитет в первые дни болезни, и ребенок не будет болеть. У меня, например, меньше стал болеть. Я видела, у тебя есть целая полка с БАДами. Да. И, кстати, мне очень понравилась твоя хлебница. Да, коробка. И реально очень интересно посмотреть, и для тех, кто хочет как-то преобразить свой дом, свою квартиру, свой гардероб, настоятельно рекомендую заглянуть в блок к Лене, так как, ну, реально, там целый кладезь полезной информации, и причем не просто информации, а собственного опыта личного, что очень важно. В случае, если мы говорим о конкретных каких-то бытовых вещах, да, а не рьем воду. Ну да. Да. Ну, я стараюсь просто делиться своим опытом, потому что для своей семьи, для себя я прорабатываю очень много информации, и я очень много прям разбираюсь в этом. То есть мне не просто там сказал кто-то там, бабка пошептала, выпей то. Нет, я разбираюсь, я обрабатываю несколько источников информации, я пробую это на себе, если это работает, тогда я могу поделиться со своим зрителем и считателем. В принципе, для этого создавался этот блок. Не просто говорить на популярные темы, на которые говорят все, или там хайпить на какой-то там теме, и просто делиться своим опытом. И многие, я же вижу, что мой канал, он меньше продвигается только из-за того, что все чрезмерно правильно, без вот этих всех колебаний, знаешь, и, ну да, вот наши люди, наш вот менталитет, вообще не то, что наши, вообще все люди, человеческий мозг, он рассчитан на какие-то такие интенсивные нагрузки и на что-то такое очень яркое. Когда, например, хайпить на какой-то теме, да, тогда это, типа, больше, лучше воспринимается. Но я вот этого не делаю. Там чисто вот отзыв о себе, о анализ, там, каких-то действий, ну, делюсь своим опытом. К сожалению, вот этого не будет. Ты поняла, у меня баланс, вот эта вот гармония, она на этом держится, у меня не будет вот этих вот скачков. Скачков, конечно, зато у тебя, говорю, железная публика, она твоя. Она моя, да, я надеюсь, что они меня разделяют, понимают и не ожидают ничего больше, потому что я это не могу им обеспечить. Я тебя прекрасно понимаю, потому что я в своих начинаниях тоже, к сожалению, не могу переступить через себя и в своем блоге я не могу брать, мне говорят, бери топовую тему и давай наше. Оно помогает для раскрутки, да, но я когда ставлю теги, у меня значок моей релевантности настолько низкий, то есть то, что я говорю, то, что я пишу, мои теги, они настолько мало запрашиваемые, настолько неинтересные, но зато это мое, это вот та ниша, в которой я чувствую себя интересной. Сто процентов, Ань, сто процентов. Никогда не нужно стремиться к каким-то большим цифрам, оно все придет, если это твое, если это твои люди, а если нет, тогда ты просто найдешь себя в чем-то другом или просто будешь довольствоваться тем, что ты имеешь, потому что, ну, ну, оно так, мне так кажется, я тоже, я полностью тебя поддерживаю. Спасибо. Ну, считаю, что так и надо делать. А как ты относишься к интервальному голоданию? Давай еще раз вернемся к теме о питании. Интервальное голодание очень положительно и сама практически, не практически, а постоянно на нем сижу, то есть я стараюсь не кушать после шести часов вечера, это как бы закон, ну, после семи, допустим, да, кроме этого, и не только не кушаю я, и не пью после семи, потому что жидкость не выводится почками в полном объеме после семи часов вечера, организм полностью настраивается на отдых, на сон, и я не заливаю в него жидкость, которая потом остается в межклеточном пространстве и на утро отеками проявляется, да, поэтому после шести, семи вечера стабильно я ничего не употребляю, кроме редких пятниц, посиделок с друзьями, конечно, и утром, допустим, я стараюсь тоже сильно рано не завтракать, то есть, когда у меня появляется аппетит, такой голод должен быть, должен быть голод, то есть, не разыгравшийся аппетит, а именно голод, я начинаю кушать часов 10-11, когда могу дольше, могу дольше, я когда занимаюсь йогой по утрам, тогда дольше, потому что я занимаюсь и аппетит не появляется, даже не то, что это интервальное, это как бы нормальное питание, люди, которые работают в офисе, лучше позавтракать, например, сделать, не перекусывать, интервальное голодание, оно еще говорит о том, чтобы избавиться от перекусов, и для чего это интервальное голодание придумали, для того, чтобы разгрузить органы, разгрузить поджелудочную, разгрузить желудок, почки, для того, чтобы организм хотя бы какое-то время отдыхнул, и детоксикацию хорошо проходил, что происходит, поэтому, когда мы кушаем между приемом на пищу, от завтрака до обеда, с обеда до ужина, получается, что все это время мы нагружаем поджелудочно, если мы не нагружаем, не делаем перекусы, то, в принципе, можно и обойтись и без интервального голодания. А Кирилл с Даником тоже придерживаются такого питания, или как ты их отправляешь, и ты их отправляешь завтракать, и сама идешь заниматься йогой. Они завтракают сами по себе. У нас так все построено, что у меня график мой с утра отличается от их. Они тихо просыпаются, готовят себе завтраки и уходят. Я в своем ритме просыпаюсь, готовлю себе завтраки, работаю своими делами. Они меня не будут с утра. Прикольно. Не знаю, будет дальше, но все время не будет. Они тихонько просыпаются, стараются меня не быть. У меня где-то с ними полчаса-час разница, но для меня это важно, потому что я могу чуть позже ложиться, чем они, например, и поэтому у нас немножко сдвиг такой идет. Я же пока всех уложу, пока помою, пока сама в себя порядок привяжу, прихожу, они уже все спят. То есть у нас немножко разный график. Понятно. Либо мы фильм смотрим, и он раньше засыпает. Ну, то есть так. И ты, видняжка, вот сама потом идешь все это мыть, да, вечером, чтобы все нарядное было к утру? Ну, ты так сейчас прям расскажешь, я прям такая хозяйка, только то и дело, что мою. Нет, когда успеваю, вместе с ними там мой, когда не успеваю, так, ну, ничего страшного, просто мы еще вечером занимаемся иногда йогой. Бывает так, что я вечером прихожу, когда они уже отдыхают, мне надо убрать и пойти отдохнуть. Я тоже прихожу с занятий, это же Киев, ты же пока доедешь занятия, это уже часов 10 вечера. Вы в центре Киева находитесь, да? Мы не в центре, нам 4 остановки до центра. Здесь метро решают многие вещи. Ты на метро передвигу? На метро, да. Здорово. Ну, что ж, вот все супер как-то так. У нас много зрителей прошло через этот эфир за 38 минут нашей беседы. Леночка, спасибо тебе большое за твой разговор откровенный. Я очень рада была тебя видеть. И, может быть, мы с тобой еще разочек однажды встретимся, поговорим на какую-нибудь интересную для нас тему. Пару слов от тебя на прощание. Ребятам я желаю, чтобы они всегда находили баланс между хорошим и плохим, полезным и неполезным. Вообще находили, искали себя и находили себя во всем этом. Ну, правильное питание, все эти такие правила, они приходят с возрастом, и каждый человек обязательно найдет что-то для себя. Кому-то надо будет вот это, то есть мы все разные на самом деле. И здесь сказать, вот надо питаться вот так вот, либо вам нужно вот это принимать. Это все неправильно. Каждый человек, имея голову на плечах, может для себя решить, что для него правильно. Это будет самый правильный и нужный способ. А смотреть, читать, узнавать, это всегда только за. Спасибо, Леночка, большое, друзья. Желаю вам осознанности, желаю вам экологичного успеха, экологии успеха и хорошего вечера. Продолжение следует...